В 2010 году я родила второго ребёнка. После этого я почувствовала очень сильные боли в костях скелета, и прежде всего это болел сильно таз. Особое этому значение я не придала. Ребёнок рос, и только через спустя 2 года. Анализы на тот момент показывали, что всё хорошо, но врачи стали копать глубже. Пройдя почти полтора месяца всей диагностики, мне был поставлен диагноз – рак четвёртой степени. Метастазы в костях скелета, позвоночник и таз были охвачены уже всем этим заболеванием. Врачи назначили курсы химиотерапии. Химиотерапии уже были самыми сильными, которые применяют на этой стадии рак. Мой ребёнок, старший, тем летом в тот год, в 2012 году, посещал Церковь Христа Спасителя детскую площадку. Придя оттуда, он мне начал говорить о том, что мамам по воскресеньям туда приглашают всех взрослых. Может быть, ты сходишь туда? Ну, тогда я ещё не знав о своём заболевании, конечно же говорила, что когда-нибудь я пойду, сейчас мне некогда. Но уже познакомившись со своим диагнозом, я решила, что пришло время посетить церковь. Я покаялась, и уже в первое же воскресенье я посетила Церковь Христа Спасителя в городе Бендера. На тот момент там работала комната исцеления, и я узнала о том, что за меня уже молятся люди. Придя туда, мне сказали, что ты должна принять, если ты хочешь, чтобы это было действительно на самом деле, чтобы исцеление ты получила. За меня молились, я проходила курсы химиотерапии, уже их было шесть, но ничего не помогало. Я теряла волосы, у меня ухудшалось здоровье, но я боролась. За меня молилась группа человек, наверное, восемь, и я получила освобождение. На тот момент я не понимала, от чего, но с меня что-то выходило. Ну и последний штрих того, что я исцелена, произошел на Траздевсе. Я приехала на Молдавский Траздевс номер 2, где во время хлебопреломления Господь во время той молитвы перед хлебопреломлением показал мне мои белые чистые кости, мой скелет очищен от всех пятен, от всех метастаз. И я поняла в тот момент, что действительно я исцелена. Я ухватилась за этот момент и решила, что я больше никогда не буду отпускать это понимание того, что действительно Господь всемогущ, что Он может исцелять, если только ты Ему поверишь. Спустя время, в 2013 году, уже под Новый год, меня положили в онкоинститут в городе Кишинёво на очередное обследование. И в 2013 году, под Новый год, мне дали такой подарок, бумагу, где было написано, что рака нет, что онкозаболеванием я не страдаю. У меня было абсолютно всё хорошо и всё чисто. В 2015 году, в начале года, мне ставят диагноз беременность. Четыре недели. Создали консилиум, где было очень много врачей, которые и каждый твердил о том, что вы должны сделать аборт, потому что вы можете родить ребёнка нездорового, с патологиями, и это может прежде навредить вашему здоровью. Я, послушав каждого из них, подписала все бумаги, которые были даны мне, что я ознакомлена с их предупреждением, что я ознакомлена с тем, что может быть, но подписала бумагу о том, что я буду рожать, несмотря ни на что. В тот момент я уповала только на Господа и верила, что Он не допустит никаких патологий моему дитю, что это будет действительно Дитя Божье. В сентябре месяце я родила здорового мальчика 4 стоп, 53 сантиметра, без никаких патологий, со всеми органами внутри, никаких визуальных патологий не было. Конечно же, это было явлено славой Божьей, и врачи удивлялись, что женщина после шести таких сложных химиотерапий, после которых очень часто женщина остается бесплодной, родила здорового мальчика. Сейчас я являюсь служителем в Церкви Христа Спасителя, я лидер воскресной школы, подросткового служения. Мы с детьми сейчас ездим по школам-интернатам, где общаемся с теми детьми, которые растут без родителей. Мы учим наших детей, подростков, молиться за этих детей, жертвовать для них своим временем, своим чем-то очень дорогим для них. Дети это принимают, дети уже сейчас растут и понимают, что слава Божья неиссякаема, что она безгранична, что у нее нет ни начала, ни конца. Что каждый, кто примет Христа как своего Спасителя, и у каждого, у кого будет вера, хоть очень-очень маленькая, обязательно обретет все то, в чем он нуждается и о чем он мечтает. И это обязательно будет явлено в его жизни для того, чтобы каждый человек, который будет смотреть на таких, как я, на таких, которые пережили это все в своей жизни, немощь, боль, страдания, обязательно ощутят и радость. Радость того, что Господь есть, Он велик, и Он всемогущ, и Он дает все, во что мы верим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова